Здравствуйте, дорогие зрители 5 o'clock! Сегодня у нас в гостях легенда советского тенниса Лейла Месхи. Лейла Хам, у вас очень необычное для грузинок имя. Была подруга, которую звали Лейла. Она меня, когда я родилась, покрестила. И настолько у них были хорошие отношения, что мама назвала меня в честь нее. Видимо, поэтому так любите Азербайджан, да? Наверное, наверное. Так получилось, да. Лейла Хам, для меня Грузия – это дата Туташки, это фильмы с Ильяни, это феерическое гостеприимство. И это невероятное очарование Тбилиси. Для многих азербайджанцев Грузия очень близка, и испытывают они теплые чувства к этой стране. А с чем ассоциируется Азербайджан для грузин? Вы знаете, я действительно чувствую вот эту теплоту, когда я первый раз сюда попала. по приглашению президента федерации, я приехала сюда, и я вот эту теплоту сразу почувствовала очень. То есть настолько здесь теплый народ. Я думаю, что мы просто похожи друг на друга, своими традициями. Все же мы кавказцы, и, наверное, потому мы и нашли такой, так сказать, язык теплый. И та же кухня, та же, настолько она похожа и настолько вкусная. И отношения людей, поэтому мы просто близки. Леон Хам, вы, вас я недаром представил как легенду советского тенниса. Вы за свою спортивную карьеру выигрывали таких грантов, как Мартина Навратилова, Наталья Зверева, Габриэла Саботини. Женщины более эмоциональные. Скажите, как ваши соперницы переживали поражение, и как переживали поражение вы? Вообще по натуре я эмоциональный человек. И, конечно, каждый выигрыш и каждый проигрыш для меня всегда было эмоционально. Я, когда у меня эмоции, у меня сразу слезы на глазах. Это первое мое качество, несмотря на то, что я радуюсь или наоборот грущу. У меня вот эти эмоции, кстати, как ни странно, мой отец такой же. Потому что даже когда он смотрит эмоциональный фильм, то он плачет. И всегда как бы все над ним насмехались. И у меня, видимо, тоже генетически я похожа на отца, и внешне я похожа на него. И эмоционально похожа на него. И, наверное, вот так эмоционально я всегда плакала после матча, если проигрывала. А вы поддерживаете отношения с названными мною теннисистками? А вы знаете, что вот так... Я извини, а возможно дружба в спорте? Нет, особенно в индивидуальном спорте этой дружбы практически нереально невозможна. Но есть отношения, которые были на протяжении многих лет. Потому что мы ездили много лет на одни и те же турниры. И хочешь, не хочешь, эти общения были. Но таких дружеских отношений не было. Потому что каждый теннисист живет своей индивидуальной жизнью. Он тренируется, приходит в гостиницу, идет как бы отдельно, тренируется. Он должен на корте быть самостоятельно. То есть этот стереотип, он как бы всегда у теннисистов есть. Но эти отношения как-то после окончания больше. То есть ты чувствуешь, потому что когда видишь всех этих игроков, так эмоционально вспоминаешь, встречаешься у многих, свои дети, своя жизнь. Я, например, сейчас на Ралангару встречалась со многими теннисистами. Тоже Мардиной Навратиловой. Она, так мы вспомнили какие-то моменты. Так что всегда очень приятно с ними видеться и вспоминать прошлое, которое мы, так сказать, реально прожили вместе. Вы вообще подвержены ностальгии? Нет. Нет, нет. Я вообще думаю, что прошлое для меня как бы всегда интересно. И когда я вспоминаю прошлое, то есть мне хочется что-то сделать новое. То есть я не хочу, ну, как бы прожить эту жизнь одинаково. То есть мне хочется как-то экспериментировать, мне хочется делать что-то еще другое, мне хочется то воспоминание, которое у меня было, чтобы оно как-то оставалось хорошим воспоминанием. Поэтому я стараюсь вот, ну, как бы жить такой жизнью. Вы такая хрупкая женщина. Как вам удавалось при такой изящной комплекции выиграть более рослых соперников? Вообще в теннисе целосложение имеет значение? Нет, конечно, очень имеет. Я считаю, что несмотря на то, что я, как вы говорите, легенда, такая большая звезда, я ее не была, потому что есть намного больше звезды. Но я считаю, что для своей комплекции, для своего роста я действительно достигла максимальных успехов, потому что надо смотреть реально, потому что когда против тебя играет Мартина Навратилова или такие, как Штефиграф, когда рост под метр восемьдесят, а у тебя метр шестьдесят четыре, то есть, конечно, это не так легко. Но я считаю, что на корте кроме силы нужно и думать, так сказать. Мазки тоже нужно. Да, да. То есть я в этом плане, мне это помогало, потому что я хорошо знала тактику, как мне надо было играть со своими соперниками. И вот это, я не знаю, мне это помогало очень сильно. Лилахам, в Азербайджане принята такая практика, когда спортивные федерации возглавляют министры. Я так, насколько я понимаю, это сделано для того, чтобы они своими и административными, и другими возможностями известными помогали развитию того или иного вида спорта. Вот, в частности, федерацию тенниса у нас возглавляет спикер нашего парламента. В Грузии несколько другая практика. Вы являетесь президентом федерации тенниса Грузии. Хватает ли вам вашего авторитета для продвижения этого вида спорта, или вам приходится обращаться за помощью к высшему руководству? Вы знаете, что вообще многие страны, они как бы отличаются друг от друга. Я думаю, что в тех странах, когда есть такие высокие имена, конечно, предпочитают как бы преимущество этим игрокам, тем, которые имели большой опыт. Но я бы хотела бы все же отметить, что это важно. Вот важно, что в вашей стране, то есть президент федерации, спикер парламента, потому что это помогает развитию тенниса в любом случае. Несмотря на это, немножко и мешает, потому что все силы он отдает. А уже, так сказать, другие спонсоры немножко не помогают, потому что рассчитывают на него. В этой части мне немножко легче, потому что, то есть я когда обращаюсь к спонсорам, то они мне помогают, потому что понимают, что я, то есть не какая-то бизнес-женщина, которая этим занимается, потому что я была профессиональной теннисисткой. И они, то есть, естественно, Министерство спорта на это тоже очень хорошо смотрят, потому что для них менеджмент тоже очень важен. Несмотря на то, что деньги очень важны, но менеджмент тоже очень важен. Ну, если бы появился бы, так сказать, такой сильный спонсор, я бы с удовольствием отдала бы ему свое место и помогала бы ему, потому что действительно в теннисе нужны еще очень большие деньги, чтобы развивать в Грузии теннис. Вот в Азербайджане у нас такая ситуация. Вот наш президент Ильхам Алиф, он даже после избрания на высший пост, государственный пост, он оставил за собой пост и президента Национального олимпийского комитета. И вот, в частности, вот сейчас, где мы находимся, в теннисной академии, при открытии этой академии он продемонстрировал хорошую физическую форму, потянулся на турнике. И нашей общественности известно, что он также увлекается горнолыжным спортом. А что вы можете сказать про Михаила Саакашвили? Насколько он увлечен спортом? Какие виды спорта ему нравятся? И как вообще он поддерживает ли развитие спорта в Грузии? Вы знаете, мне, во-первых, очень нравится, когда президент принимает участие в развитии спорта, потому что без поддержки государства это нереально. Просто нереально ни в какой стране. И я не могу сказать, что какая-то страна исключение. Даже если мы возьмем Россию, то есть как поднялся теннис, мы хорошо знаем, потому что это была заслуга Ельцина, который взялся за этот вид спорта. Поэтому я могу сказать, что это очень важно. И в Азербайджане это уже началось, так сказать. Но что я могу сказать про нашего президента? Он за последние четыре года, конечно, очень многое изменилось в нашей стране. Не только в сфере спорта, но я буду сейчас говорить о своей профессии. То есть у нас очень на высоком уровне сейчас спорт стоит на одном из самых первых мест, потому что сразу, конечно, очень сложно все виды спорта поднять. Но реально уже теннис по финансированию, если взять, уже четвертый вид спорта. Я вам скажу, что для Грузии это очень такой большой скачок для тенниса, потому что, ну, естественно, футбол, баскетбол, у нас регби очень популярно в нашей стране, и очень много денег тратится на эти виды спорта. Естественно, борьба однозначно, потому что очень много олимпийских медалей. А теннис уже, так сказать, подошел близко, потому что, ну, к сожалению, до войны была очень большая программа, очень большая программа по развитию тенниса, когда должны были строиться очень большие стадионы по всем регионам. Ну, к сожалению, эта война немножко нас, так сказать, подбросила назад. Ну, эта тема очень серьезно стоит, и Федерация Тенниса Грузии сделала очень большую, очень серьезную программу на развитие тенниса. И эта программа уже рассматривается, и я думаю, что в скором времени мы уже увидим большой скачок в теннисном мире в Грузии. А сам Михаил Саакашвили занимается каким-то? Да, он играет в теннис, что нам очень приятно. Он играет в теннис, он любит очень много видов спорта, он вообще такой легкий на подъем, он открывает все стадионы и сам демонстрирует свою, значит, свою спортивную форму, так сказать. Мы открывали стадион в Телаве новый, и он сам играл в теннис, то есть с маленькими теннисистами. Так что это нам очень приятно, и насколько я знаю, его семья играет все в теннис, так что они этот вид спорта очень любят, и поэтому я думаю, что в скором времени теннис будет один из самых популярных видов спорта в Грузии. Лилахам, во все времена теннис был дорогостоящим видом спорта, он был элитарным видом спорта. Заботит ли это обстоятельство, беспокоит ли это обстоятельство воротил мирового тенниса? Вы знаете, в принципе, да, потому что теннис, он какой-то, я не знаю почему, он очень отличается от других видов спорта, он считается элитарным. Немножко, конечно, в начале, как сказать, юниорского тенниса, это немножко репутация о теннисе немножко завышена, так сказать, потому что теннису нужно много денег, когда уже игрок доходит до 12-14 лет, потом нужны большие деньги. А до этого, это потихонечку, абсолютно, если мы сравниваем с другими видами спорта, то абсолютно нормальные цены, абсолютно не болезненные цены. Но настолько у тенниса такая, можно сказать, чуть-чуть плохая репутация, что думают, что прямо с первых 6 лет надо платить какие-то сумасшедшие деньги, но это абсолютно неправда. Но несмотря на это, потом надо, к сожалению, это не только у нас, у вас, это во всех странах, когда федерация и родители принимают участие совместно в карьере ребенка, потому что, ну вы представляете, сколько после где-то 12-14 лет, когда ребенку нужно ездить на турнире, тренер, обеспечивать тренировочным процессом, это как минимум 100-150 тысяч долларов только в год надо для игрока, и эта цена, естественно, повышается, так сказать. А тратятся сумасшедшие деньги на протяжении этих 5 лет, а дивиденды только или будут, или не будут. Поэтому вот этот страх перед этим видом спорта, он все же существует в нашей общественности. А как вы пришли в теннис? Я у меня такая очень, такая немножко, ну, так сказать, можно сказать, банальная история, то есть я не совсем не случайно пришла в этот вид спорта. Ну, вы знаете, моя фамилия, как бы, такая спортивная фамилия, да, в Грузии, и мой отец сказал маме, что если родиться мальчик, естественно, будет футболистом, потому что он сам играл, ну, и Миша Мески был одним из самых великих футболистов, поэтому эта фамилия тоже, как бы, помогала, так сказать. А если будет девочка, то обязательно теннисистка. То есть это было как-то заранее предопределено. Да, предопределено. Он взял меня и повел, знал, куда везти, на какой стадион, может быть, не конкретно кому, какому тренеру. То есть он знал, что и почему-то очень сильно верил, что я буду теннисисткой. И, конечно, это мне дало очень большую уверенность, потому что, когда ты маленькая и вроде неплохо играешь, но у тебя какой-то уверенности нету, и он мне, как бы, так внушал и очень верил в меня. И не ошибся. Ну, и не ошибся, да. Лена Хам, вот сегодня, когда мы с вами беседуем, в эти дни проходит теннисный турнир, очень престижный в Баку. Как получилось, что вы стали директором этого турнира? Ну, история такая, можно так сказать, давнишняя. Мы начали с федерации, так сказать, сотрудничать с того момента, как господин Октай стал президентом федерации. Я думаю, это говорит о его такой любви к теннису, что он первое, что сделал, решил встретиться и познакомиться со мной, как бы с соседней страной. Он знал о моей карьере, и вот так мы познакомились и встретились. И после этого наши отношения, так сказать, между федерациями были очень дружеские, очень, так сказать, близкие. Я постаралась с моей стороны, что я могла помочь. То же самое азербайджанская сторона. Мы как-то сотрудничали, мы совместно проводили турниры близко, рядом с друг другом, чтобы было комфортно игрокам приехать и в соседнюю страну переехать. Так что вот так наши отношения начали развиваться. Ну и когда настал момент о турнире WTA, я предложила свои услуги в том плане, что я могу помочь. И вот эта помощь, она переросла уже в то, что у нас сегодня есть. Мы смогли это довести до конца. И я, естественно, уже под моим руководством, когда мы уже смогли уже, так сказать, у WTA перенести турнир в Баку, уже это само собой подразумевало, что я буду директором турнира. И я считаю, что для меня в моей карьере это еще одна, так сказать, большая, такая большая интересная часть жизни, которой я, например, всю жизнь, может быть, я так сказать, подсознательно стремилась к этому. И, в общем-то, я ее так достигла, потому что я это делаю с удовольствием, я это умею делать. И мне это легко делать, потому что я сама была игроком, я знаю, что нужно игрокам, чтобы они себя чувствовали комфортно. И я действительно благодарна президенту федерации за то, что он мне доверился, и то, что мы сейчас уже как бы вместе работаем для этого турнира. Кроме того, что это успех Азербайджана, это и ваш личный успех. Это мой личный успех тоже, действительно. Лилаха, когда я готовился к сегодняшней нашей беседе, я стал изучать вот эту теннисную проблематику, и обнаружились такие интересные для меня вещи, думаю, зрителям тоже будет интересно. Оказывается, в мире тенниса, вот в отличие от других видов спорта, международная федерация тенниса, она не столь весома. То есть более весомые вот WTA, это женская теннисная ассоциация, есть мужская теннисная ассоциация, то есть они как бы более весомые, их турниры более престижные. Почему так сложилось в теннисе? В общем, очень интересная, кстати, действительно ситуация, потому что все эти компании, если взять Теннис Европ и ITF, то есть интернациональная теннисная федерация, это частные компании, акционерное общество, то есть очень интересно, которые отличаются абсолютно от всех федераций. То есть вот эти женская и мужская, они коммерческие структуры, да? Коммерческие структуры. Также отдельно образовалась и женская ассоциация, и ATP, мужская, так сказать. И они, конечно, совместно, сообща делают, но все равно каждый, так сказать, свою линию ведет. И в этом плане, конечно, вот я всегда говорю, что думают, что в федерации очень большие помощи, как, допустим, если взять FIFA в футболе или баскетбол, или такие виды спорта, если взять, то есть мы практически помощи никакой не получаем от этих организаций, а наоборот еще мы платим в течение года очень большие суммы, где-то около 15 тысяч долларов мы только платим этим организациям, чтобы, я не говорю про WTA и ATP, это уже другая совсем структура, когда ты имеешь турнир, и платим им еще членские взносы для того, чтобы, так сказать, существовать. Такой стереотип, что в федерации приходит очень много денег, в теннисе очень много денег, и куда эти деньги уходят? Это на самом деле, то есть когда то же самое у нас увидели эту ситуацию, что мы столько членских взносов в ходе, то есть сами удивляются, потому что в других федерациях такой ситуации нет. То есть ты работаешь на выживание, ты должен сам создавать эту систему, чтобы еще получать оттуда какие-то деньги и дивиденды. То есть эти турниры – это частная собственность этих структур, да? Да. То есть если у меня, допустим, есть миллион долларов, и я захочу провести турнир с призовым фондом 1 миллион долларов, я не смогу это сделать? Нет, ни в коем случае вы не сможете, потому что турниры, как у ATP, так и WTA, они лимитированы, они не прибавляются и не убавляются, то есть они очень такие консерваторы, так сказать, эти ассоциации, и очень сложно, так сказать, и турниры, все которые есть, они – это частная собственность, и этими турнирами могут владеть частные лица абсолютно, но только под строгим наблюдением WTA, так сказать, и всеми этими контрактами, которые владеют этими турнирами, они очень соблюдаются строго. Ну, единственное, что можно турнир еще взять в аренду, это тоже возможно, но аренда – это не меньше трех лет, и вот такая структура, очень интересная структура, которая существует в теннисной жизни, и почему, в принципе, у ATP и WTA не бывает, что турнир сорвался, вот на маленьких турнирах, где-то до 150 тысяч долларов, он может запросто в течение за 6 месяцев, за 3 месяца турнир можно снять из-за нехватки денег и тому подобное, а WTA и ATP – это невозможно, потому что надо заранее проплатить расходы турниров, чтобы турнир, чтобы игроки были 100% уверены, что этот турнир, то есть не снимут. А вот этот турнир, который сейчас проводится в Баку, он, собственно, с Азербайджана или он взят в аренду? Нет, этот турнир, собственно, с Азербайджана – это очень хорошо, потому что этот турнир, когда ты владеешь турниром, так сказать, это очень большой престиж, потому что, да, очень престижно, когда Азербайджан уже владелец стал этого турнира, то уже этот город становится, эта страна становится уже теннисной страной, и, конечно, это очень большая заслуга страны, так сказать, это большая заслуга президента вашей страны, потому что так легко, ну, естественно, федерации и президента федерации – это большая заслуга, потому что это не так легко иметь такой большой турнир в стране. И я считаю, что, имея этот турнир, я хочу воспользоваться моментом и поблагодарить правительство за то, что они смогли это организовать, потому что мы вспомним через 3-4 года, и если мы видим здесь одну девочку, которая здесь играла в основной сетке, одну азербайджанку, мы в скором времени увидим очень много азербайджанских теннисистов, потому что это невозможно. Вот эта четкая такая популяризация тенниса, которая сейчас идет в стране, то есть это очень важно, потому что люди видят, и когда это своими глазами видишь ту же Звонарева, которая рядом с тобой ходит, и маленькие теннисисты подают ей мячи, то есть развитие тенниса будет очень быстро в этой стране, и я могу сказать, что молодым теннисистам повезло, что у них президент, который делает все, чтобы теннис развивался в этой стране. А что дает участие в нашем турнире звездам мирового тенниса? Это всего лишь приехать, поиграть, заработать деньги или какие-то рейтинги, очки? Ну конечно, однозначно, это тур, куда входит этот турнир, то есть турнир у десятки, у двадцатки, у писятки, у них составляются специальные контракты на год, и у них есть обязательства, которые они должны сыграть в году определенное количество. Такого ранга турнир, как сейчас у нас проходит, это одна из обязательств, допустим, если ты в десятке, ты имеешь право такого ранга турнира сыграть два турнира. И что происходит в конце, потому что, естественно, однозначно, это очки, однозначно, это в конце, это титул тебе прибавляется, однозначно, это интерес увидеть новую страну, однозначно, это отношения, и в конце, конечно, бонус, который потом добыл идеи. Если игрок десятки, двадцатки, пятьсятки, какие обязательства, если они выполняют, то они получают определенные бонусы в качестве денег. И, естественно, для игрока это самое важное, потому что профессионал играет для того, чтобы завоевать очки, и в конце получить тот гонорар, за чем он и работает, так сказать. Вы уже общались, наверное, с гостями турнира, с теннисистками, какие у них впечатления о турнире? Вы знаете, что настолько я сейчас себя комфортно чувствую, я себя настолько, так сказать, хорошо чувствую в том плане, что действительно мы смогли, несмотря на то, что осталось всего несколько дней до окончания турнира, мы смогли перебороть это, несмотря на то, что очень организационных вопросов было очень много, и это очень сложно, это не так легко, как это кажется со стороны. Мы работали практически весь год, чтобы этот турнир прошел на этом уровне. И общаясь, у нас вчера была пресс-конференция с Верой Звонаревой, и общаясь с Павлю Ченковой вчера, то есть они настолько были довольны этим всем, потому что для игрока важно. Это комфорт, в первую очередь, клуб, чтобы соответствовал тому, простор, качество услуг, которые у них должны быть. И практически я могу сказать, если мы будем шкалу брать до 10, я могу сказать, что мы 10 уже завоевали, потому что игроки очень довольны, никаких претензий нету. И самая большая реклама, это когда сейчас игроки уедут и начнут рассказывать другим игрокам, что они были в Баку первый раз, как там было, как их встречали. Цыганские почты. Да, да, то есть и вот это самая большая реклама, которая может существовать, потому что мы максимально делали все, чтобы игрокам здесь было комфортно и уютно. Лейла Хам, недавно в Баку был с визитом председатель, президент Национального Олимпийского комитета России, и его, насколько я знаю, привезли, показали этот корт, и он был в восторге, по его словам. Это он просто комплименты делал или действительно наш корт какой-то необычный? Нет, вы знаете, что это действительно не комплимент, потому что комплимент можно сделать один раз и забыть, но мы это слышим почти каждый день и много раз на день, и нам и не нужны эти комплименты, потому что я сама знаю, что такое построить вот такой центральный корт, стационар, когда в одном клубе у тебя есть столько кортов, когда у тебя есть закрытый зал с кондиционером, когда у тебя есть спа и фитнес-зал, когда у тебя есть центральный корт такой со всеми условиями, то это все, это для игрока самое, самое важное. Ему хорошо спать, самое главное, чтобы было комфортно в гостинице, и потом играть на корте. Вот это самое главное, что имея вот такой стадион, я могу сказать, что я могу посчитать, может быть, в стране 3-4 таких клуба всего, несмотря на то, что турниров очень много, но центральный корт можно собрать, так сказать, собрать, сделать и после этого разобрать. Такие, конечно, тоже очень много таких стадионов, очень хорошие, но когда у тебя есть стационар, то это, конечно, дорого стоит. Я помочил вас по теннисной тематике, вы очаровательная, выражительная женщина, а что кроме тенниса в вашей жизни, что еще кроме тенниса вас интересует в жизни? Как вы отдыхаете? Есть ли у вас какое-нибудь хобби? Ну, вы знаете, отдыхаю, конечно, отдыхаю, естественно, отдыхаю, несмотря на то, что приходится много работать, у меня двое детей, я люблю проводить время с ними, мне интересно, как они развиваются, я в каких-то моментах и строго, в каких-то моментах я очень много разрешаю, вот, мне нравится отдыхать с друзьями, проводить время с друзьями, потому что, потому что такой график, в общем-то, я много путешествую, да, много езжу, так сказать, по работе, поэтому для меня это очень важно, я вышивала раньше, это мне очень нравилось, у меня есть очень много работ дома, которыми я, так сказать, горжусь, вот, и, честно говоря, я недавно построила новый дом, и я очень люблю, то есть, как сказать, обустраивать его, потому что он большой, и надо еще им заниматься, и для меня это самое приятное, что я сейчас, чем я сейчас в данный момент занимаюсь. С дизайном интерьера? Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Это тот самый дом, в который у нас приглашали? Да, тот самый дом, в который я до сих пор вас приглашаю. Спасибо большое. А ваши дети пошли по вашим стопам? Вы знаете, что дети даже неплохо, можно так сказать, играют. Лиза в прошлом году была первая по своему возрасту в Грузии, играла Европу. Ну, мальчик, так сказать, Георгий, он второй в стране, но мы все же с Лизой выбрали, что учиться, наверное, лучше и больше надо отдаваться учебе, чем теннису, потому что я немножко тоже не готова для этого, потому что я сама прожила эту такую спортивную тяжелую жизнь, и я хочу, не хочу, чтобы им было легко, ни в коем случае, чтобы им было трудно, но не настолько трудно, как было мне, поэтому я хочу, чтобы у них жизнь была более, чуть-чуть легче, чем у меня, и я буду благодарна. А что касается мальчика, все же мы его больше нагружаем, потому что мальчик должен больше работать, чем женщина, мне так кажется. Вообще интересно, вот эта советская система, которая подвергается критике и часто справедливая, но есть и положительные моменты. Советская система подготовки спортсменов, она сильно отличалась от того, что сейчас выйдете в Грузии, допустим? Вы знаете, вот если мы будем сравнивать много моментов, есть и плюсов, и минусов, конечно. На тот период, когда я играла во время СССР, конечно, было сложно, потому что надо было быть первой или второй ракеткой среди этих 15 республик, чтобы куда-то поехать. Сейчас, конечно, очень легко нам, потому что надо быть совсем первым в Азербайджане, первым в Грузии, в маленькой стране надо завоевать место, чтобы куда-то поехать. А там, практически, когда я выигрывала чемпионат СССР, то я уже ехала на Европу и была лидером, так сказать, и не только я, и мои девочки, с кем я играла в тот период. И, конечно, это такой плюс и минус. Но, с другой стороны, там было все бесплатно, а сейчас все платно. То есть, ну, зато, если у меня есть возможность, если у родителей есть возможность, и теннисист, так сказать, не первый, а пятый, он может поехать куда угодно и вырасти хорошим теннисистом, потому что жалко тот период во время Союза, то есть уже третий, там, четвертый ракетки, которые были в СССР, они уже практически не могли ездить, несмотря на то, что они были очень сильными и хорошими игроками. Как мы сейчас видим, мы можем увидеть из России, там, 20-30 хороших теннисистов. А это бы закончилось бы сейчас, две играли бы, и больше никто практически не мог, ну, своей силой, как бы, показать. Потому что и в сотке, играя в сотке, можно не обязательно быть в двадцатке, и все равно ты хороший игрок, ты интересный игрок, и у тебя интересная жизнь. Поэтому это, когда мы сравниваем, есть плюсы и минусы, естественно. Да, есть плюсы и минусы, но зато, когда мы стали профессионалами, мы и не могли быть профессионалами. Какие-то... И в моей карьере я два года отдавала деньги в госком спорт, и небольшие, немаленькие деньги я заплатила. Ну, я практически платила не только я, я платила за то, что меня на протяжении многих лет бесплатно возили, вот так сказать. Лена Хам, я знаю, что у вас очень напряженный график. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы делили время. И кроме того, от имени всех наших зрителей, я хочу поблагодарить вас за то, что вы сделали для Азербайджана, и продолжаете делать, и желаю вам успехов. Спасибо за то, что пришли на нашу передачу. Спасибо вам большое. И действительно, мне тоже такая возможность поблагодарить Федерацию тенниса, поблагодарить фонд Гейдара Олева, потому что без этого фонда было невозможно провести этот турнир. Без поддержки государства это нереально сделать. И я действительно очень благодарна, что это как бы хорошо работают Федерация и государство вместе, и это поможет развитию тенниса в Азербайджане. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо.